Подпишись на любимых героев сериала в инстаграм. Ссылки в описании. Вот здесь. Ух ё! Вы чё, живые, что ли? Здорово, племяшки. Чё, не рад с ним? Рад. Но, пацаны, вы, если честно, не вовремя. Занятые. Тормози. Ничего. Мы подождём. Малой, ты вообще шоу не растёшь? Бенджамин Баттон, ёптай. Саш, я на групповуху не подписывалась. Слышь, Малой, а ты чё тут, порнуку, что ли, снимаешь? Это вон сундук, у вас порнуку снимают под музыку. А это веб-кам. Модное, так сказать, интернет-развлечение. Чё вы? Братан, я реально знаю эту тему. У нас на тюрьме пацаны всё, что зарабатывали, ну, типа там, слесарки, библиотеки. Они всё в эту тему заливали. Вот это ты, малой, топишь. Да уж. Здорово. Чё, родители говорят? Спасибо, говорят, всё получили. Иди на хуй. Мне бы за такой жопу напароли. Какая тюрьма? Наша целевая аудитория с рискает Азии. Китая в основном. Алгадрочеры, баб все найдите. Сундук, отойди, а! Ты сейчас меня всех клиентов распугаешь. Я вообще-то деньги коплю. А на чё копишь, Сань? В Америку полететь хочу. В Кремниевую долину. У меня там пацанов белорусов знакомых полно. Сначала к ним в стартап запрыгну. А уж там чё-нибудь сам придумаю. Эт, Сань, мы к тебе с темой пришли. А она с бабками связана. Что за тема? Каперство. Слыхал чё-нибудь? Саш, сейчас будешь галдеть, мы с тобой все привато проебём. В смысле слышал? Я так-то и разбираюсь в этой теме. И в безопасности, и в сервакахах, и подписоты пушить умею. Только в этот бизнес лучше не лезть. Там такие ребята кружатся, вы в жизни не вывезете. Сань, да мы туда надолго-то не планируем. Ну как это сказать? Считай туда-обратно. Но тебе на билет до Америки по-любому хватит. Смотри, нам нужен ты и вся вот эта приблуда твоя с клавиатурой. Ты как? С нами? Только у меня условие одно есть. Какое условие? Опа! Суду-то тащи что ли, а? Саша, ты серьёзно? Мы теперь здесь что ли будем? Лизунь, ты холодильник трёхкамерным мечтал своим радакам Кишинёв отправить? Так теперь шансов в два раза больше. Поехали. Давай, Саша, потихоньку. Зашла. Зашла, Родина. Там Москвич заезжал. Тя, нам же погреб не нужен, да? Не, не нужен. Ну тогда давай вот здесь ставим. Давай. Покрывало не испачкайте. Спокуха, Кишинёв. Саня, если чё-то надо, ты говори. Так-то по-хорошему быком посвежить. А то мой весь перепаян. А сколько новый стоит? Нормально, тысяча семьдесят будет. Сколько, блядь? У нас тачка дешевле стоит. Ну хотя бы материнку поменять. Сань, давай так. Денег поднимем, по-любому новый купим. Договорились? Смотри, мы тут, короче, подсобрали. Алкотель? Вы бы ещё оффлайн нашли. А вы и нашли. Всё, херня. Через ком будем работать. Ну смотри сам. Чё тебе ещё надо? Мне как бы с вашим узеньком-информатором бы связаться. Так он на связи? Ну так набирай. ТЕЛЕФОННЫЙ ЗВОНОК Алло. Гусь, здорова. Блядь, я же сказал, сам наберу. Тут просто ситуация поменялась. Как у нас там дела? Короче. Серию А я вам сейчас скину в телегу. Вечером кулк в Шотландии. Завтра утром в Лигу-1. С пассажиром Аршли придётся подождать. Их отдельно пробивать надо. Могу не успеть. Слушай, Гусь, тут такое дело. У нас в команде пополнение. Человек пришёл, с которым ты, по большей части, будешь коммуницировать. Сашкой зовут. Здорово, Гусь. Голос внушительный. Привет, Саша. Зён, может я на пару слов? Да, говори. Ты точно в нём уверен? Если он облажается, у нас у всех головы полетят. Да хорош, Гусь, ты чё? У меня в команде нормальные пацаны. Подвезти не должны, поэтому давай работаем. Ты долго ещё? Минуту. Короче, давай трубку этому Александру. Я ему всё объясню. Саня, побазарься. Да, Гусь, это Саня. По защите могу предложить или в Польшу, или через Балканы. Видал, чё? Может, твои родители пригодятся? Привет, пацаны. Я, наверное, чё, больше не нужен вам. Погнал я. Потом мне ещё на футбол надо. Давайте, увидимся. Ну чё у нас, всё получается? Да, конечно, было бы желание. Слушай, а тебя подавно футболом занялся? Всё, Гусь, я на связи. Жду звонка. Ну что, работаем? Давай. Милок, держи, как просила, с сиропом. А у меня, как обычно, водка с ещё одной водкой. Хочешь? Вообще, я не понимаю. На хера отношения заводить, когда у тебя свой клуб? Поставил замок на один из туалетов, а ключ только у тебя. Ну и приглашай шкурк там разных понадобностей. Да хватит, Катя. Мы чё сюда пришли отдыхать? Всё, давай отдыхать. Девчата, привет. Такие красивые одни, что сегодня. Мы с корешем сегодня отдыхаем. Может, присоединитесь к нам? Пойдёмте, не стесняйтесь. Пойдём. Милок, глянь там, груша ровно порезана. Я пойду, ты со мной? Да нет, я ещё пока тут посижу. Пойдёмте, ровно порезаны. Тяп, погоди. Ты что творишь? Что творю? Потанцевать хотел. Да что-то скучно. Вот домой собрался. Тяп, я все знаю. Я видела, как ты на Пушкине закладку прятал. Я сейчас по клубу ходил, наркотики раздавал. Зема знает? Ты вообще понимаешь, что будет, если тебя загребут? Ты всех подставишь. И даже Глеба. Ты за него не переживай. У них там с Максом по-любому все намазили. Кого? Короче, я не знаю, кто в этой теме у них главный. Макс, Глеб. Мне вообще похер. Мне главный должок от работы скачать оттуда. А ты держи язык с зубами. А иначе ты всех подставишь, а не я. Хороший вечер. Милок, ну ты куда пропал? Там Костик уже сырную тарелку заказал. А че это мы не здороваемся? Ну вы и мрази. И тебе привет. А когда ты мне хотел сказать, что ты с Максом наркотой торгуешь? Ты че, перебухала что ли? Я только что видел, как курьер ходил по клубу и свертки раздавал. А потом с Максом рассчитывался. Или ты хочешь сказать то, что ты не в курсе? Ни хуя себе. Ты понимаешь, что выводить деньги, блядь, через карты, это порожняк, Никитос. Поэтому ты купляешь. Ты че, вообще охерел? Ты че, че, решил подорговать наркотурой меня за спиной? Братья, все нормально. Остынь, Глеб, спокойно. Спокойно, мужики, спокойно. Все хорошо, остынь, Глеб, остынь. Я не мог тебе этого сказать, пока сам не убедился, работает схема или нет. Она работает, прикинь, она работает. Поэтому я официально тебя, Глеб, приглашаю в партнеры. И знаешь, что ты должен будешь делать? Ни-че-го. Просто, Глеб, каждый день собирать чистую прибыль с нашего дела. А? И все, дорогой мой. Начиная с сегодняшнего дня. Опа. Я в последний раз тебя и твоих орлов предупреждаю. Еще раз произойдет такая хуйня, съебетесь отсюда навсегда. Сука. Я хоть и немецкий учил, но я в теме, Кишинев. Сань, звук вырубай, пойдем, у нас пламерка. В смысле вырубай? Я как без звука буду, мне как клиентов зазывать? Не конючий, Кишинев. Мне нравится, биржа труда с девяти работает. Короче, пацаны, тема наша едет. Я тут съездил. Вот. Ну, тут, конечно, не скажешь, что много. Ну, так, на пиво там, на мороженое, тебе сундук на ногой. Бридж. А что обсудить хотел? Делюга вся эта не святая. Да мы в ней не за денег, мы так Макса уронить хотим, все мы помним. Просто даже на этих минимальных комиссиях тут реально вот сколько налетает. Что с этим делать? Делить будем. Ну, да, мы заслужили. Ставки у нас охеренные. Я сам по гусевским экспрессам ставил. Все работает. Да реально, телега разрывается. Пацаны благодарят, новые просят. Некоторые даже донатят. Получается, мы Робин Гуды-стаучники? Ладно. Вот это все на общие нужды фирмы нашей, плюс гусю на зону шурового вертуха, они, конечно, могут. Все остальное поровну. Сань, это тебе с подругой. Сундук. Это мне. А где у нас тяп? Звонил ему, трубку не берет. Может, дела какие? Ладно, тут оставлю. Придет, заберет. Вот так вот, очень хорошо. Опа, держи. Кроссовки себе купишь на воздушной подошве, чтобы от тусоров убегать было легче. Да шучу я, шучу. Че ты? Вон, смотри. Вкусняшек привезли. Адреса тебе пришлют тоже потом. Слышь, а ты че, поярче рюкзак себе не мог выбрать, что ли? А? А это, Макс, если красноперый что-то заподозрит, то ориентировка будет желтый рюкзак. А я возьму и на черный поменяю. И хером, понял? Вот красавчик, а? Ну, красавчик, молодец. Учитесь, блин, долбоебы, блин. Головой работать. А? Слушай, ну ты с такими темпами долг-то мне за пару месяцев отдашь, да? Дотянуть бы. Дотянешь. Обязательно дотянешь. Все ты дотянешь. Ты у нас уже почти профессионал, правильно? Только вот вопрос. А что будет дальше, а? Не сольешься? А я думаю, не сольешься. Знаешь почему? Потому что у меня для тебя есть одно предложение. Партнерское. Смотри, сейчас объясню. Мы делим прибыль с тобой 50 на 50. Да? То есть смотри-ка. У тебя сейчас нет ни хуя. Правильно? Правильно. А потом у тебя появится вот столько. А нахер тебе такой партнер? У меня нет своего клуба в центре города, набитый мажориками. А разве клуб это показатель? Если у человека нет ни черта в голове и на голове, так зачем мне с таким человеком работать? Макс, подойди на секундочку. Сейчас. Чего? Может, отойдем побазарим? Зачем? У меня перед моим будущим партнером никаких секретов нет. Да? Ну, че? У нас конкурент появился на прогнозах. Жесткий. Чего? Ну, я ради интереса купил один проверить. Они там реально без кидка работают. Там профессионалы. Погоди, ты че несешь, блядь? Этого быть не может, блядь. Это еще не все, Макс. Наши люди к ним пачками уходят. Почему? Я не знаю, они реально психи. Они в ноль работают или в минус, я не знаю. Но там реально дешевле. Во сколько? Раз в семь. Сколько, блядь? Сука. Так, это питерцы по-любому. Либо эти, прибалты, блядь. Звони прибалтам, значит. Я звонил, это не они, Макс. Я говорю, звони прибалтам, блядь, и отрабатывай свои бабки, сука. Че ты смотришь на меня? Я тебе говорю, ты должен, блядь, убрать этих людей с моего рынка. Это че, непонятно, что ли? Я облажу их со всех сторон, Макс. Одна их оплошность, и им пизда. Молодец, блядь. Сука. А? А ведь эта серия могла стать последней, поскольку ваш покорный слуга пролил кофе на сценарий. Но обошлось. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok